всем привет сегодня поделюсь с вами идеей что можно сделать из остатков ниток у меня есть вот такие мулине есть ирис из хлопка вот сейчас буду с них делать ко что интересно нам нужно маленький кусочек картона и на нем нарисовать шаблон можно перерисовать я рисую вот такую бабочку но это у меня будут крылышки крылышки для ангела или феечки кому как нравится рисуем шаблон и по всему периметру рисунка делаем вот такие вот отверстия можно шилом можно толстой иглой отверстия должны быть сквозными по всему периметру шаблона расстояние не сна миллиметров 8 будет достаточно не так это важно не забудьте рисовать обязательно карандашом каким-то который потом не оставить следов если у вас светлая пряжа теперь я буду делать контур с помощью белой пряжи это может быть и нити мулине но я взяла вот такой кусочек белой пряжи хлопковой собрала несколько нитей в одну буквально там три штучки чтобы контур был более выразительный заправляю нить в углу в один слой я беру красную просто для наглядности это нить потом будет убираться она не имеет никакого значения потом берите любую ниточку тоненькую в один слой и вот таким вот образом проходя иглой в отверстие снизу вверх подхватываете нить контура и фиксируйте ее вот этой тоненькой ниточкой вот и все движения снизу игла заходит потом в тоже отверстие и подхватываете нитью вот эту толстую нить контура и опять то же самое игла снизу подхватывает и заходит в тоже отверстие вот таким нехитрым способом мы формируем наш контур контур изделия чтобы по несколько раз не возвращаться на те места где уже прошла я делаю начиная с нижнего крылышка наискосок перехожу на верхние которая противоположная идет вот таким образом вот получилось одно крылышко и теперь я перехожу на второе на противоположной стороне бы наискосок вот я закончила одну пару крыльев вот здесь у меня повторяется в середине я прохожу по тем же отверстиям и потом перехожу на верхние крылышко с другой стороны можно в принципе формировать контур так как вам удобно мне кажется вот здесь меньше всего повторений вот только вот здесь у нас нить посередине крыла она проходит еще раз и тем же отверстием возвращаемся и переходим на последняя нижняя крышка простыми движениями возвращаемся в центр обязательно там же у нас тоже двойная нить на центральном этом месте здесь тоже возвращаемся центр вот что должно получиться теперь мы вот эту вот красную нить просто зафиксируем простым музыку узелком чтобы она раньше времени не распустилась потом ее будем удалять но сейчас она нам пока нужно она держит наш контур обрезаем остаток и белые нити тоже слегка оставляйте хвостик чтобы он не выскочил вот у нас контур получился теперь нам его нужно просто обшить берем тонкую нить вводим углу тут где-нибудь в серединку чтобы можно было спрятать узелок под нити и нам просто весь контур нужно обшить вокруг вот этой вот тонкой нитью расстояние тут принципе не имеет значения не обязательно слишком густо размещать стежки можно пошире можно погуще как вам нравится задача просто собрать вот этот вот эти нити контура которые мы соединяли один пучок так просто вокруг иголку вводите обводите и нитью фиксируйте вокруг контура и так полностью по периметру всего контура я закончила сделала узелочек вот что получается в итоге наш контур готов теперь я буду делать такие вот прожилки и я хочу добавить немного бисера для блеска беру теперь уже тоненькую иголочку через которую мой бисер и может проскользнуть нормально без проблем размещаю нить вот сюда таким образом и нанизываю бисер можно одну бисеринку можно несколько как вам нравится так нанизала и теперь смотрю куда бы я хочу ее повернуть вот сюда я буду в хаотичном порядке вот так вот формировать прожилки цепляясь за контур протянули ниточку нанизали бисер зафиксировали ее где-то на контуре можно узелком вот так вот прихватить одна ниточка готова делаем следующую прожилку опять набираем бисер смотрим например вот сюда заверну здесь нет какого-то принципа вы просто размещайте там где вам нравится потом эти ниточки тоже можно прихватывать между собой их как-то сплетать получается такой узор сейчас покажу как это делается опять нанизали протянули ниточку и на контуре ее зафиксировали вот таким образом опять добавляем бисер и теперь я вот возьму и подхвачу какую-нибудь нить из тех которые я сделала тоненькие зафиксирую смотрите добавляете бисер и цепляю вот эту вот например ниточку и и тяну ее и вот эту цепляю тоже подтягиваю смотрю куда ее лучше затянуть добавляю бисер ну вот например вот сюда тяну подхватываю нити которые я уже сделала и смотрю нравится ли мне такой рисунок и получается вот такие вот воздушные прожилки похоже немножко как у стрекозы на крыльях тоже есть такие опять фиксирую нить на контуре и смотрю куда бы ее дальше завести например куда-нибудь сюда опять добавляю бисер цепляю например ниточку вот эту и тяну ее сюда цепляю еще одну ниточку и таким образом заполняю все крылышко добавляю бисер создаю прожилки фиксирую их на контуре между собой соединяю подхватывая и получаю воздушный узор кто-то мне в комментариях писал что эта вышивка называется венецианская и ей там несколько сотен лет кто-то как-то иностранный зритель написал что это техника кушетка я вот не знаю честно вам сказать как это называется когда вы уже закончили все покройте это все лаком сильной фиксации дождитесь пока это все высохнет и когда уже все высохло и зафиксировано хорошо можно убрать нитки можно вместо лака для волос возможно взять клей пва но я честно говоря не пробовала лак для волос он отлично фиксирует и при этом изделие не пристает картону насчет клея я не знаю поэтому ничего сказать не могу вот смотрите очень легко отходит это все дело при этом она гибкая но форму держит потом можно еще акриловым лаком покрыть для надежности можно с такими крылышками сделать бабочку или стрекозу или мотылька в виде броши я хочу сделать ангела или феечку например беру вот такую ниточку тоненькую блестящую можно леску в принципе можно любую другую нить завязываю их на крылышки и потом нанизываю бусинку вот такого размера приблизительно чтобы было пропорционально нормально выглядело с крылышками теперь вот из ниток мулине стареньких делаю имитацию волос просто наматываю на руку такой вот пучочек делаю вот разделяете нити и вот так вот в центре их завязывайте на два простых узелка и наш ангел приобретает прическу теперь сформирую платье вот таким же образом я эти нити собрала намотав на руку и разрезав какой-то такой пучочек импровизированный чем больше нити тем пышнее платье вот таким образом их раскладываете на крылышки и можно зафиксировать на талии но я хочу еще сделать ручки поэтому я вот так вот их раздвигаю эти пучочки беру 4 нити завязываю узелочек с одной стороны и вот так примеряю приблизительно по длине ручек вот где-то вот такие вот ручки должны быть делаю второй узелок и вот получается у нас ручки ножки кстати делаются точно так же если кто хочет с ножками приклею это все двусторонним скотчем можно любой клей взять в принципе просто немножечко прихватить чтобы это держалось и вот так вот закрываю эти пучки вниз и фиксирую их с помощью блестящей вот такой вот ленты на поясе просто завязываю и подклеиваю немножко узел чтобы он не распустился лишнее можно обрезать вот у нас уже что-то похожее на ангела своими руками юбочку расчесываем классно пуходерка это делать но мне нету сейчас обрезаем лишнее теперь нужно что-то сделать с прической можно просто их расчесать и красиво уложить и клеем прихватить сзади я наверное сделаю ей косу заплету ей косу вот так вот и зафиксирую это все дело тоже ниточкой блестящей вот так и получается у нас вот такой вот ангел своими руками феечка волшебная такая вот поделка переделка своими руками из остатков ниток из которых уже больше в принципе ничего не свяжешь и не сошьешь а так вот такая вот симпатичная штучка это может быть украшение для дома подарок кому-нибудь как сувенир можно елочку украсить такими ангелочками их можно сделать любого размера любой формы любого цвета то есть тут полет для фантазии для творчества максимальный всем спасибо за просмотр увидимся в следующих видео пока пока пока